Когда мы можем услышать Александра Николаевна? 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 Мы можем услышать Александра Николаевна? Мы можем услышать Александра Николаевна? Когда мы можем услышать Александра Николаевна? Мы можем услышать Александра Николаевна? Мы можем услышать Александра Николаевна? Какое заболевание лежит в основе вот такой выраженной гепатоспленомегалии? 27 декабря проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводит один из лучших врачей лучевой диагностики нашей больницы Татьяна Романовна Лаврова и которая пишет, что однозначно имеет место выраженная гепатоспленомегалии, контуры печени бугристые, паренхема средней эхогенности, структура неоднородна за счет множественных образований округлой формы от 1 до 4 сантиметров диаметра. Которые гипоэхогены по структуре. В отдельных узлах кровоток усилен. И приблизительно заключение, это выраженная гепатоспленомегалия с крупноочаговыми изменениями паренхемы, необходимо дифференцировать опухолевый процесс гемангиоматозом. Забегая вперед, я сразу же скажу, что вот такие были получены фотографии, которые сделала Татьяна Романовна. И мы с вами очень хорошо видим вот такие вот образования в структурах печени округлой формы, которые действительно по диаметру достигали 4 сантиметров. Была высказана мысль, что необходимо исключить гепатобластому в первую очередь. И второе, вероятнее всего, имеются множественные гемангиомы. С диагнозом гепатобластома девочка вначале была переведена в центр имени Блохина, где диагноз не подтвердился, а уже оттуда она была переведена в центр имени Дмитрия Рогачева по настоянию мамы. В центре Дмитрия Рогачева опять-таки мы видим, что биохимический анализ крови в принципе весьма неплохой, за исключением холестерина. Уровень холестерина 14,37 ммол на литр. В связи с этим проводится полное клиническое лабораторное исследование и обращается особое внимание на тироутропный стат. И выявляется, что 6 февраля 2019 года при наличии остальных нормальных показателей уровень тироутропного гормона составляет 12,23 единиц в мл при норме до 8,35 мл. Хочу подчеркнуть, что исследование тироостата было проведено впервые, вот за весь период наблюдения ребенка. После получения такого результата девочка консультируется эндокринологом и ставится диагноз, что имеет место первичный гипотироз, транзиторный, на фоне основного заболевания. В центре Димы Рогачева, я не буду перечислять все те многочисленные исследования, которые прошла девочка, был поставлен следующий диагноз. Основной диагноз это гемангиома печени, мультифокальная форма гемангиома еще кожи и первичный гипотироз согласно заключению эндокринолога. И кроме этого сопутствующий диагноз, который фиксировал гипертрофию миокарда левого желудочка и аномалии развития двустворчатого клапана аорты. После того, как был поставлен диагноз, проведено обследование, 5 февраля 2019 года проведена эндоваскулярная окклюзия сосудов печени. После операционный период протекал без осложнений. С 6 февраля начата терапия пропорналолом в дозе 5 мг 2 раза в сутки. С 11 февраля доза пропорналола была увеличена до 5 мг 3 раза в сутки. Очень короткую ремарку сделаю, что начиная с 2018 года пропорналол является одним из ведущих средств консервативной терапии гемангиом прежде всего у детей. Ну вот в соответствии с протоколом это было назначено. И еще хочу сослаться на профессора Котлукова Наталью Павловну, которая неоднократно подчеркивала, что к большому сожалению мультифокальные гемангиомы печени, они достаточно часто сочетаются с гипотирозом. Об этом тоже надо помнить. В центре Димы Рогачева был назначен эотирокс 12,5 мг ежедневно утром. Был назначен витамин D, контроль за показателями липидного обмена, наблюдение кардиологом. И далее повторить узи щедовидной железы через 6 месяцев и наблюдение эндокринологом по месту жительства. Что характерно, вот нам хотелось подчеркнуть для мультифокальной гемангиомы печени именно у детей раннего возраста. Сейчас этой проблеме уделяется очень большое внимание, потому что к сожалению частота именно гемангиом и гемангиом печени у детей раннего возраста, она нарастает. И мы хотим обратить внимание, что манифестация мультифокальной формы, как правило, приходится на первые 5 месяцев жизни, что вот и случилось в нашей ситуации. Что до 70% пациентов с мультифокальной гемангиомой имеют признаки гипотироза и на это нужно обращать внимание. И обязательно исследовать терроз так. И еще очень важно, что для мультифокальной гемангиомы терна очень характерно выраженное повышение альфа-фетопротеина. Вот в частности, у ребенка уровень альфа-фетопротеина достигал 1165 единиц в литре при норме до 10. Такой случай представляет достаточно большую редкость, потому что поражение печени было обширным, но исход самого заболевания был весьма благоприятным благодаря тому, что в общем-то ребенок попал в руки профессионалов, которые смогли разобраться, поставить все точки над ее диагнозе и назначить лечение. Вот мы коротко хотели привести фотографии, которые отмечаются при мультифокальной форме и как выглядит ребенок. К сожалению, не всегда это бывает очень хорошо. Как правило, мультифокальная гемангиома печени, она сочетается с множественными гемангиомами на коже. К сожалению, это факт. Но тем не менее, при правильно назначенном лечении эффективность очень высока. Ну и 20 августа 2020 года мы стараемся поддерживать связь и с родителями этой девочки, потому что случай редкий и уникальный. Мы получили такие данные 20 августа, что размеры печени не увеличены, правда, структура до сих пор сохраняется. Неоднородная за счет диффузов из-за эхогенных включений. Имеется незначительная аномалия развития желчного пузыря. Селезенка в пределах нормы, эхоструктура ее однородная. Она наблюдалась эндокринологом. Эутерокс ей был отменен. В настоящее время террористату ребенка абсолютно удовлетворительной. Девочка развивается в соответствии с возрастом. Вот уже прошло с той поры практически почти два года. Большое спасибо за внимание, дорогие коллеги. Но я надеюсь, что случай, который мы представляем, он все-таки интересен в клиническом плане для многих и врачей, и педиатров, но и, конечно, эндокринологов. Спасибо большое. Когда мы можем услышать Александра Николаевича?